Вернемся дальше к определению атрибутов. Мы помним, что атрибуты могут быть простыми и составными. Об этом уже немножко говорилось в процессе рассмотрения реализационной модели. Немножко поговорится и при рассмотрении нормализации. Понятно, что простой атрибут состоит из какого-то одного значения, а составной атрибут может состоять из нескольких значений. И следует ли какой-либо составной атрибут разделять на несколько атрибутов, опять же, решается в процессе проектирования и в том числе разработки концептуальной схемы. Опять же, простой пример, такой атрибут сотрудника, например, сотрудника организации как адрес. Понятно, что этот адрес может храниться неким систематизированным образом. Есть известная база данных адресов, например, кладеры или фиаз, где есть четко типизированная структура, где понятно, что есть регионы, есть улицы, есть дома. И все объекты, адресные объекты хранятся структурированным образом. При этом, если мы ведем речь о сотрудниках организации, где адрес должен храниться в каких-то целях, например, документа оборота, то далеко не всегда необходимо вводить и использовать некоторую сложную структуру, несмотря на то, что она обеспечивает целостность, обеспечивает в каком-то смысле непротиворечивость. И иногда вполне достаточно иметь составной атрибут адрес, ну и, например, использовать для него строковый тип данных, в котором можно хранить адрес в произвольном формате. Во многих случаях этого достаточно. Поэтому, опять же, выбор типа данных для какого-то атрибута – это персональное решение в процессе проектирования схемы, концептуальной схемы данных. Для каждого конкретного случая выбранной предметной области определяется, опять же, требованиями пользователей. Ну, мы проговорили про определение типов данных и доменов. Опять же, тут понятно, как мы определяли их для реализационной модели. Здесь аналогично, необходимо, чтобы типы данных и домены были определены, если это возможно на данном этапе. Ну и, естественно, атрибуты должны быть поименованы для того, чтобы удобно было потом к ним обращаться и была возможность дальнейшему их обрабатывать. Ну и поскольку, строго говоря, ER-модель не требует задания типов данных для атрибутов, то пространство имен для типов данных и пространство имен для имен атрибутов – на самом деле это одно и то же. Поэтому тут надо быть аккуратным и выбирать названия атрибутов не такими, как возможные потом названия типов данных для того, чтобы не было последующего конфликта в процессе перевода концептуальной схемы в логическую. Следующей частью, который, следующим шагом, который необходимо пройти для того, чтобы создать концептуальную схему является выбор ключевых атрибутов. Как мы говорили, для каждого типа сущности, сущности, которые соответствуют данному типу, должны быть отличимы. И, равно как и для реляционной модели, для типа сущности определяются атрибуты, которые идентифицируют сущность данного типа. И таким образом формируются альтернативные ключи, среди которых следует выбрать первичный ключ на этапе формирования концептуальной схемы. Здесь также много аналогий с реляционной моделью данных, тоже по понятным причинам, что семантическая модель, в частности ER-модель, она реализовывалась в том числе для того, чтобы быть понятным разработчиком, в том числе проектировщиком реляционных моделей данных. Итак, среди набора ключевых, возможных альтернативных ключей, мы должны выбрать некий ключ, который будем считать первичным. Опять же, он может быть составным или простым. Тут уже, что называется, зависит от конкретного типа сущности и того, каким образом мы на него смотрим. При этом бывают сущности так называемые слабые. Это те, которые не имеют набора атрибутов, которые могут уникально идентифицировать сущность. То есть речь идет о том, что мы выделяем такой тип сущности из предметной области, но набор атрибутов, которые нам необходимо хранить для данного типа, сущности таков, что он, совокупность даже всех, значений всех его атрибутов, не может уникально определить какую-то конкретную сущность. В этом случае такую сущность называют слабой и вводят синтетические ключевые атрибуты, которые впоследствии назначают в том числе первичным ключом.